господа здравствуйте я долго ждал этого дня чтобы поддержать эту камеру в руках и у нас действительно на обзоре pentax 645z мировая сенсация мировая премьера это самая дешевая камера среднего формата хотя средняя она или нет об этом мы говорим чуть позже но камера уникальная в руках впервые пробовать ее очень интересно и думаю что вам будет безумно интересно узнать какие же результаты мы получаем от этого тестирования размер матрицы данной камеры составляет 44 миллиметра на 33 миллиметра что вдвое больше по площади чем так называемый полный кадр называется все это средний формат хотя в пленочные времена средним форматом считался размер 6 сантиметров на четыре с половиной либо 6 сантиметров на 9 но видимо сегодня современные цифровые камеры вносят свои коррективы видоискатель в камере оптический и он вызвал у меня некоторые неудобства потому что как только ты смещаешь глаз чуть выше или чуть ниже ты сразу теряешь часть изображения это конечно неприятно обратите внимание насколько массивно выглядит камера и как много места занимает внутри зеркала за объективом если бы зеркала не было и была бы камера без зеркальной то она была бы по размеру но как просто крупная камера с полным форматом кадра под пылевлагозащитными заглушками камера имеет два слота для sd карточек вход под микрофон usb 3.0 питание hdmi обратите внимание выхода на наушники у камеры нет довольно громоздкий на первый взгляд pentax 645 z позаимствовал многое своих младших цифровых зеркальных собратьев удобная ручка которая позволяет держать камеру без каких-либо проблем откидной дисплей который также дает вам возможность снимать из нужного положения имеет пылевлагозащитную конструкцию впрочем как и вся камера вы можете подключить пульт дистанционного управления но самое самое важное что это первая камера среднего формата который позволяет снимать видео полноценное со всеми преимуществами среднеформатного изображения самое интересное что съемку я произвожу с рук используя объектив со встроенной оптической стабилизации это патент компании canon который компания pentax купила объектив 90 миллиметров со светосилой 2 и 8 тот кто когда-нибудь снимал с рук знает что такое снимать на полный кадр объективом 90 миллиметров а теперь представьте себе что у меня кадр не полный а среднеформатный 44 миллиметра на 33 миллиметра в общем это практически невозможно но как вы видите нет никакого дрожания нет никакой вибрации и объектив этой камеры позволяет полностью справляться с этими сложными условиями ходить конечно с камеры в руках нельзя возникают эффекты напоминающие такое желеобразное искажение картинки но если вы стоите на месте то даже объективом 90 миллиметров вы можете снимать видео с рук на среднеформатную камеру просто посмотрите на это изображение кино из этого сделать по моему милое дело вот как раз этот объектив со встроенной оптической стабилизацией помимо прочих достоинств он еще имеет возможность макросъемки если честно мне в комплекте с камерой дали несколько объективов это был штатный зум это был объектив 150 миллиметров 2 и 8 но вот этот объектив мне понравился больше всего тем более что он пылевлагозащитный металлический тяжелый такой и все самые классные кадры я сделал именно им из-за того что у него встроенная возможность макросъемки у него довольно далеко выдвигается хобот что позволяет снимать 40 сантиметров что для среднего формата очень и очень крупное изображение мне кажется что в этом обзоре мне нужно немножко увеличить теоретическую часть потому что я попробую объяснить вам в чем разница между средним форматом и малым форматом причем я не имею ввиду количество мегапикселей или просто банальный размер pzs матрицы есть другое качественное отличие о котором я хочу вам рассказать итак мы с вами за последние годы активной маркетинговой пропаганды привыкли к тому что качество камер напрямую зависит от их четкости от количества мегапикселей от разрешающие способности pzs матрицы это не совсем справедливо потому что далеко не все объекты нас окружающие имеют мелкую структуру которую нужно рассмотреть если вы переснимаете с расстояния в 10 метров газету то наверное это вам поможет и отсутствие антимуарного фильтра и другие элементы которые на это направлены но например лицо человека она состоит не из мелких штрихов она состоит из полутонов обратите внимание скула у человека чем ближе к источнику свету тем ярче чем дальше от источника света когда она уходит сюда она темнее то есть объем моей скулы формируется при помощи полутонов они при помощи линии или точек поэтому когда вы снимаете на камеру с маленькой матрицы она вам дает прекрасное разрешение сейчас достигли в этом направлении больших успехов но она не дает вам объема вы видите плоскость чем больше размер pzs матрицы вашей камеры тем более она выделяет объем но это все хорошо на словах когда вы вживую видите фотографии из пентакса 645z особенно черно-белые фотографии они просто разрывают мозг фотографа а и и и как это ни странно камера блестяще справилась задачей фокус попал серийная съемка безупречные три кадра в секунду поэтому можно использовать камеру для репортажных задач неспешного характера вот еще интересная вещь это флукарт от компании пентекс которая позволяет управлять камерой дистанционно то есть она добавляет функцию вай фай и позволяет управлять процессом съемки и некоторыми настройками камеры при помощи смартфона причем вы просто в браузере вводите определенную строчку определенную строчку ай пи и попадаете в режим управления камерой вам доступен режим life view когда вы видите что происходит на экране вы можете вводить различные коррекции можете производить съемку можете наводить фокус указывают у точку куда камера должна сфокусироваться по-моему довольно любопытно единственное не все далеко не все настройки доступны дистанционно но кому-то для чего-то подобная функция возможно потребуется а а а и а и а и и и и и а а и и и и и и и Удалось снять еще несколько коротких видеофрагментов. Кстати, звук пишется вживую довольно прилично. И мне кажется, что эта камера, она не для людей, поливающих налево и направо тысячами фотографий. Это камера для настоящих фотохудожников, которые получают и в смысле фотографии, и в смысле видеозаписи беспрецедентное качество и могут конвертировать это в интересные фотопроекты. Продолжение следует... Если честно, я бы вам не рекомендовал никогда не снимать, не пользоваться и не тестировать Pentax 645Z. Потому что после того, когда вы сделали несколько кадров этой камерой, после того, когда вы посмотрели на них, перевели их в черно-белый режим, вы понимаете, что вы больше не хотите снимать свои предыдущие камеры, так как разница между двумя изображениями настолько велика и настолько очевидна, что, честно говоря, я не знаю, как я буду дальше снимать своим несчастным кропом. Это я вам говорю о серьезной проблеме. Конечно же, Pentax большой, конечно же, он тяжелый, конечно же, там есть зеркало, которое, я, например, считаю, можно было бы и вытащить, и сделать камер беззеркальной, и с электронным видоискателем, и сегодня электронные видоискатели лучше по качеству, чем видоискатели оптические. Многие компании сейчас начнут производство камер со среднеформатными сенсорами, потому что они не чуть-чуть лучше, это не маркетинговый ход, они вообще лучше, невыносимо лучше, чем и малоформаты, и тем более, чем кроп-камеры. Это уже не гонка за мегапикселями, не нужны 50 мегапикселей мне, например. Но как только начнут выпускаться камеры со среднеформатными сенсорами, а я думаю, что это произойдет в ближайшие два года, я однозначно перехожу на средний формат, потому что там есть то, в чем я, как фотограф, как творческая личность, как человек, который любит красивые изображения, чрезвычайно нуждаюсь. Спасибо, что вы смотрите мои обзоры, надеюсь, что Pentax 645Z вам понравился, вам будет любопытно когда-нибудь подержать эту камеру в руках. Спасибо. Забыл добавить. Я недавно создал группу ВКонтакте, которая называется «Фотоуроки Ивана Диденко». Я туда выкладываю все фотографии, которые снимаю по ходу обзора, и даже по окончанию обзора вы можете там найти, возможно, даже чуть больше материала, чем я успел выложить в видеоролике. Поэтому заходите, подписывайтесь, возможно, у нас с вами завяжется какое-то общение. Спасибо. С вашего позволения еще несколько фотографий с Pentax 645Z, которые не вошли в обзор. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok